МОСКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ Пастор Церкви Божьей в Царицыно Сергей Васильевич Риховский Он уже не раз проповедовал нас в Церкви И каждый раз, когда наш епископ встает за кафедру Мы ожидаем особенное слово для нашей Церкви Поэтому открывайте ваши сердца и готовьтесь принимать то, что Бог приготовил каждому из вас лично А сейчас давайте мы присоединимся к прославлению, которое вот-вот начнется у нас здесь И будем вместе с открытыми сердцами поклоняться Богу Давайте встанем и будем прославлять Бога Аллилуйя! Кто-нибудь может воскликнуть? Аллилуйя! Слава Тебе, Господь наш! Славим мы Тебя, Господь! Славим мы Тебя, Господь! Славим Твоё имя! Славим Твоё имя! Твой престол превыше всех! У Тебя вся сила! У Тебя вся сила! Славим мы Тебя, Господь! Славим мы Тебя, Господь! Славим Твоё имя! Славим Твоё имя! Твой престол превыше всех! Твой престол превыше всех! У Тебя вся сила! Как велика, Боже, милость Твоя, И во Христе нам дана она. Путь нам собой и открыл небеса, Славим мы Тебя. Как велика, Боже, милость Твоя, И во Христе нам дана она. Путь нам собой и открыл небеса, Славим мы Тебя. Славим мы Тебя, Господь, Славим Твое имя. Славим Твоё имя. Твой престол превыше всех, Твой престол превыше всех. У Тебя вся сила, Славим мы Тебя, Господь. Славим Твоё имя. Славим Твоё имя. Твой престол превыше всех, Твой престол превыше всех. У Тебя вся сила, У Тебя вся сила. Как велика, Боже, милость Твоя, Верой спасение принял я. Славим Твоей правды мне путь озарил, Радость подарил. Как велика, Боже, милость Твоя, Верой спасение принял я. Славим Твоей правды мне путь озарил, Радость подарил. 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 Иван Весел Иисус, Господь, один для всех 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 Иисус, Господь Иисус, Господь, один для всех 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 Иисус, Иисус, Господь, один для всех Иисус, Господь, один для всех Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Давайте вместе скажем Ибо где сокровище ваше Там будет и сердце ваше Это духовная истина То, что мы любим Или то, во что мы вкладываемся Именно это мы любим Здесь Иисус говорит, что там, где сокровище ваше Там и сердце ваше То есть, если вы вкладываетесь в Дом Божий Если вы отдаете что-то Господу А мы конкретно говорим о наших деньгах Если вы отдаете ваши десятины пожертвования Господу Отдаете это Ему с чистой сердца В поклонение Потому что именно так мы должны отдавать Господу Наши десятины пожертвования Не с принуждением А с любовью к Господу Мы делаем это с правильным отношением И именно тогда Здесь написано, что там, где сокровище ваше Там будет и сердце ваше Вот так же вы, исходя из этого Мы понимаем Иисус подчеркивает то, что все, что на земле Пропадает Все, что мы не хранили Или берегли Мы можем потерять А то, что мы отдаем Господу Мы никогда не потеряем Более того, это вернется к нам Как написано в Писании В умноженном виде Аминь Давайте мы поднимем наше пожертвование Нашу десятины Господу. Отец Небесный, мы отдаем Тебе сейчас наши десятины, наши пожертвования. Отдаем это, Господь, Тебе с любовью. Отдаем это, Господь, не с принуждением, но доброходно. Отдаем это Тебе, Господь, потому что Ты достоин нашей поклонения и любви. Отдаем это, Господь, Тебе, потому что мы хотим быть послушны Слову Божию. Помоги нам, Господь, во всем быть послушным Тебе. И сейчас мы выражаем нашу любовь и поклонение и послушание Писания через десятину пожертвований. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите сделать пожертвования, отдать десятину или пожертвовать на один из особых проектов Церкви, у вас есть несколько способов это сделать. Наличными. Положите пожертвования в специальный мешок, который вам передадут служители. Банковской картой «Фойе». Там вас ждет наш служитель за стойкой с надписью «Электронные пожертвования». На сайте Церкви на странице «Пожертвования». Через систему Сбербанк Онлайн, набрав в поисковой системе «Благая весть». Если у вас остались вопросы, задайте их служителю на стойке электронных пожертвований. Продолжение следует... 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 было главным? Вот что же за главное в нашей жизни? На самом деле, у нас много что, я сейчас имею в виду, не, скажем, нашу какую-то жизнь, скажем, ну, просто вот обычную, я имею в виду нашу христианскую жизнь, потому что жизни бывают разные, люди бывают разные, но я имею в виду, я обращаюсь к христианам, мы здесь все, я надеюсь, христиане, и поэтому главное, что в нашей жизни, главное всегда оставалось главным. Вот что написано в 9 главе Евангелия от Матфея с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою». Вот, собственно говоря, такое заявление делает наш Господь Иисус Христос. И как и тогда, так и сейчас, спустя 20 веков, Господу нужны делатели, не деятели. Вы знаете, русский язык, он такой, немножко одну букву добавил, и уже меняется смысл. Богу нужны делатели, те, которые делают дело Божие. И вот он видит, он продолжает видеть эти толпы изнуренных, измученных людей. Не каждый из них готов признаться публично, что он устал, что он изнурен, но Дух Святой открывает нам, современным христианам, вот эту изнуренность, усталость людей. И, конечно, Бог поднимает сегодня то, что Он называет делателей жатвы Божьей. «Итак, умолите, господина жатвы», Писание говорит. Вы знаете, на самом деле Бог знает нашу нужду. Вообще, Бог знает каждую нужду. Вот здесь, в этом зале сидят огромное количество людей, у которых есть какая-то нужда, помимо такой глобальной, общецерковной, все Царство Божие, я вижу, я вижу вот эту цель. А есть обычные, простые нужды, да? Но Писание даже здесь, в этой глобальной нужде, глобальной цели всего христианства, говорит о том, умолите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на Ниву. Смотрите, драгоценные братья и сестры, оказывается, есть некая тайна молитвы, вот этого умоления, вот этого прошения, обращенного. Ну неужели, Бог, ты не видишь проблему? Ну есть проблема, изнурены, усталые, люди, которые потерялись в этой жизни или, может быть, не потерялись, а высоко поднялись, но потом запутались в этой жизни, слишком жизнь была двойственная, тройственная, она была с масками и так далее. Но ты же знаешь их нужды, зачем им еще молить-то об этом тебя? Умолите господина жатвы. Итак, молитва очень важная составляющая жизни христианина. В Писании написано, не получаете, потому что не просите. Смотрите, он знает нашу нужду, но чтобы получить ответ на свою нужду, нужно молиться. Молитва. Люди спрашивают, зачем я буду молиться? Он и так все знает. Да, верно, он все знает, но он говорит, умолите господин жатвы этой глобальной цели всего христианства, всей церкви Божьей. И он знает каждого из нас и нужды каждого из нас. Но он говорит, скажи мне, что ты хочешь. Вы знаете, оказывается, есть некое включение механизма ответа у Господа. Этот механизм называется молитва. Когда мы начинаем молиться, происходит действие. Вы знаете, я могу вокруг моей жены ходить много раз, вокруг или она вокруг меня, но при этом она мне ничего не скажет, я ничего не скажу. Ну, кто-то скажет, милые глазами могут разговаривать, тоже верно. Но вы знаете, глазами я показываю, или она мне, что-то мне надо. Да. Но скажи, мы же не просто в молчанку играем в семье. Или дети, ну дети более непосредственно, они всегда говорят, папа хочу вот это, мама хочу вот это. И ты уже принимаешь решение, дать или не дать, купить или не купить. Совершенно не обязательно, когда мы просим Бога о чем-то, он нам это даст. Даже ответ нет, это тоже ответ. И ответ очень хороший. Либо не своевременно попросил, либо это тебе не на пользу, либо получив, у тебя будет много проблем, ну и так далее, и тому подобное. Это тоже ответ Божий. Вы знаете, и вот здесь главное не перепутать главное. Что в твоей жизни является главным? Какая цель в твоей жизни является главным? Давайте поговорим на эту тему. Вот здесь Иисус Христос поставил главную цель умолить Господина Жатвы, что выслал делателей на Неву Свою. Ну, здесь в основном все спасены, и слава Богу, мы спасены только благодаря тому, что кто-то благовестие, проповедь, миссию, свидетельство сделал главным в своей жизни. Вот почему мы здесь. Кто-то убрал второстепенно и главным поставил миссию или же благовестие. Умолите Господина Жатвы. Итак, драгоценные, давайте вот на какую тему мы сейчас с вами порассуждаем. Итак, а что реально в нашей жизни главное? Ну, сказать благовестие, это сказать как бы ни о чем. На самом деле, есть отдельные люди помазаны быть благовестниками, миссионерами. Есть просто все мы, которые являемся чадами Божьими, Божьим народом, и не каждый из нас на самом деле является миссионером или благовестником. Ну, на своем месте, может быть, в доме, на работе, там еще где-то. Я допускаю, что это так, я понимаю, что все благовествуют в меру тех даров и талантов, которые дал Бог. Но есть что-то, что объединило нас всех, и что может и дальше объединять нас всех. Вы знаете, это то, почему, собственно говоря, мы с вами стали христианами. Давайте мы вспомним то, что написано в 15 главе первого послания Коринфянам, Коринфской церкви, апостол Павел пишет. Это уникальное, удивительное послание, и вот эту вот 15 главу мы читаем всякий раз, когда вспоминаем на пасхальное богослужение смерть Христа и его светлое воскресенье. Мы обычно читаем 15 главу первого послания Коринфянам. И вот здесь мы с вами читаем что-то очень важное и главное для нас, собственно говоря, что является мотивацией всей нашей жизни, что является силой всей нашей жизни, что является движением внутреннего нашего духовного человека в нашей жизни, что мотивирует нас на любые поступки, включая благовестие и включая миссионерскую деятельность. Итак, давайте почитаем, что Павел в этой главе пишет о себе. 15 глава первого послания Коринфянам. «Ибо я наименьший из апостолов». Вот так Павел себя немножко принижает и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. То есть он подчеркивает свое несовершенство в прошлом и совершенство сейчас. Но он много раз доказывает в посланиях, что он ничто не имеет, никакого недостатка, как прочие апостолы. И вот здесь он показывает, что я наименьший с одной стороны, а с другой стороны он говорит о главном. Но вот то, что изменило его жизнь, то, что сделало его абсолютно другим, то, что сделало его реально апостолом, то, что сделало нас каждого христианином. Если бы вот этого не было, что сейчас я назову, мы бы не были христианами по определению. И здесь написано, следующий стих, десятый, «но благодатью Божью есть то, что есть». То есть есть тот, кто есть, но благодатью Божией. И так драгоценно. Есть что-то, что является динамикой всей нашей жизни, силой всей нашей жизни. Это благодать Господа нашего Иисуса Христа, которая была выражена Его любовью, которая излила сердца наши Духом Святым. Вот эта благодать, она сформировала нас такими, как мы есть. Мы все спасены по благодати. И это не от нас, чтобы кто-то сказал, я спасен, потому что я что-то такое грандиозное сделал для Царства Божьего, и поэтому я спасен. Нет, по благодати. И дальше мы читаем «Определение благодати». Давайте сначала прочитаем «Определение благодати», потом продолжим этот стишок. Что такое благодать? Я беру два русских известных словаря. Далее и «Ожеговы». Я просто читаю «Определение благодати». Это же на самом деле интересно, правда, да? Это вот то главное, что движущая сила в нас. Благодать, говорит один словарь, сила, неспосланная человеку свыше для исполнения воли Бога. Сила, неспосланная. Многие говорят, знаете, там приводится русская народная пословица. «Тише да гладь, да Божья благодать». Вы знаете, многие трактуют слово «благодать» в современном ее произношении. Как у тебя «да благодать»? Все тихо, спокойно, все размеренно, все отлично, все благополучно. Тише, гладь и Божья благодать. Вы знаете, я такую благодать не знаю. Если это реально, уважаемый специалист по русскому языку, и не только по русскому, по греческому, по ивриту и так далее, и так далее, написал, что это сила, дарованная свыше от Бога, неспосланная, для исполнения воли Божьей. Но воля Божья – это не тишь и гладь. Нет, бывают моменты, когда тебе Господь позволит пару дней тишь и гладь и Божьей благодать, и когда ничего не происходит в твоей жизни, и ты удовлетворен всем и так далее, но на следующий день что-то начинается. Вы знаете, другой очень уважаемый специалист по русскому языку говорит о благодати следующее. Благодать – дар для человека от Бога, подаваемый исключительно. Вот это очень важный вопрос. Исключительно. Он отметил самое главное. Исключительно по милости Господа. Да само слово «благодать» севрита из греческого переводится «незаслуженная милость». То есть исключительно по милости Божьей, без всяких заслуг со стороны человека, и предназначенная, оказывается, благодать, она имеет некое предназначение, определенную цель, и предназначена для его спасения, освящения и возрастания в благодати. Очень хорошее слово, правда, да, «благодать»? Скажи соседу, как у тебя с благодатью? Нормально с благодатью? Она соответствует определению великих русских специалистов по великому могучему русскому языку или не соответствует? Уверен, что соответствует, да? Наша благодать, которая сошла на нас, подавают исключительно по милости. Я не могу гордиться ни перед кем из вас, что я получил, вы знаете, за какие-то особые заслуги. Я получил спасительную благодать исключительно по милости Божьей. Он помиловал меня, и это не мои заслуги, и эта благодать предназначена для того, чтобы я совершал свой путь спасения, освящения и возрастания в благодати. Греческое слово «харизма», наверняка многие слышали слово «харизматический политик», «харизматическая личность», «харизматический проповедник» и так далее, и тому подобное. Вот слово «харизма» тоже греческое слово, которое переводится на русский язык. Оно стоит из двух слов «хариз» — это «благодать», «има» — это «действие». Итак, «благодать» в «действие». Я не знаю, кому-то нравится, мы сейчас с вами только так, чуть-чуть у нас такое вступление идет к проповеди. Итак, «благодать», «харизма» в «действие». Любой христианин, он, Вадим, благодатью Божией, значит, в нем есть благодать в «действии», значит, у него, у каждого христианина есть дар от Бога, есть дары, таланты от Бога, они непреложны, они независимы, Бог дал однажды, никогда их не возьмет. Это значит, что у тебя есть благодать в «действии». Ты не просто спасся и сидишь у себя на крылечке, попиваешь чаечек, смотришь на луну, пахнет осенними, увядающими запахами, ты говоришь «благодать». Нет, это тоже благодать, но благодать иного рода. А мы говорим о христианской благодати. Вот христианская благодать – это всегда действие, это всегда зажигание огня, это всегда свет миру, это всегда соль земли, это всегда письмо, заметьте, читаемое всеми человеками. Не просто письмец он написал, в почтовый ящик опустил, и его в тот же момент отвезли на металлом. Нет, читаемое. То есть это послание доходит, это послание имеет конечного потребителя. Послушайте, вот это очень важный момент. Теперь смотрите, Павел что пишет. «Но благодатью Божией, я возвращаюсь к 10 стиху 15 главы, я есмь то, что есмь, то есть я есмь то, что я сейчас являюсь для вас драгоценным, и благодать его во мне не была тщетна». Оказывается, у благодати есть еще одна сторона. Один очень важный, важная грань. Она не тщетна. Нечетна в переводе на русский язык со старорусского означает «она не напрасна». Она не напрасна, это благодать. Она не тщетна, это благодать. Это мой труд в этой благодати, это мое служение в этой благодати, это мое посвящение этой благодати. Послушайте, и дальше он говорит, но я более всех их, то есть апостолов, их 12, кто помнит, одного доизбрали после Иуды, я больше потрудился, чем все они вместе взятые. Ничего себе тщеславие у апостола Павла Гордыни просто, он просто прет Гордыня. Он говорит, начинает красиво, по благодати, у меня все с благодатью, но она у меня не тщетна. Можете сказать соседу, моя благодать, которая во мне не тщетна? Ну, следующую фразу сложнее будет сказать. Ибо вот эта не тщетность потрудилась больше, чем все остальные. И на кону другая чаша весов, 12 апостолов. Я тому же не считаю равноапостольских, таких как Мария, Магдалина и прочее. Посмотрите, он бросает нам вызов. А могу ли я на самом деле сказать, что благодать, которая во мне, которая по милости, которая дает мне силы для жизни, силы для служения, которая дает мне мощный импульс для служения, что она во мне не тщетна? То есть она не напрасна. Она трудящаяся благодать. Помните, да, о трудящихся в советское время? Да здравствует трудящиеся. Вот эта благодать не тщетна, она во мне трудится. Она дает мне приносить плоды. Эта благодать, она божественна во мне. И как он это делал, так я это делаю. Он видел изнуренных, я вижу изнуренных. Он видел измученных, я вижу измученных. Эта благодать его во мне не тщетна. Она приносит плоды. И дальше он пишет совсем интересно. Я больше всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне. И вот здесь Павел говорит главную вещь. Как не гордиться, как не превозноситься. Он говорит, не я, впрочем, а благодать, которая во мне. Вот Павел замыкает круг. От Бога пришла. К нему, через него, и к Богу возвращается. Не я. Вот почему я не могу гордиться. Вот почему я не могу хвалиться. Вы знаете, Павел говорит, я хвалюсь разве только немощами своими. Мне есть чем похвалиться, немножко немощи. Послушайте, друзья мои, но благодать, которая во мне. Вот ты можешь смело сказать, я готов потрудиться больше, больше и больше. Не надо себя сравнивать. Павел, конечно, здесь немножко поступил вызывающе. Но скажи, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. Я буду трудиться больше, я буду трудиться больше и еще больше. Потому что благодать, которая во мне, она трудящаяся благодать. Аминь. Всем нравится, да? На этом можно заканчивать проповедь, да? Мы ее только начинаем. Слушайте дальше. Очень интересно на самом деле. А дальше что происходит? А кто слышал такое выражение, что была благодать на благодать? Слышали? Ну, как не слышать, когда это написано, да? Оказывается, есть благодать на благодать. То есть благодать умножена еще на какую-то благодать. Оказывается, благодать все возрастающая. Благодать, которая поднимает меня на высоты неба. Она никогда не останавливается. Она никогда не делает так, чтобы я успокоился и больше ничего не хочу делать. Это благодать все возрастающая во мне. И она замечает и видит. Эта благодать отражается на мне, на моей семье, на моих близких, на моих дальних, на моих врагов. Моя благодать на них тоже отражается, потому что я начинаю их любить, ну и так далее, тоже благодать. Итак, друзья мои, смотрите, Павел знал, а что значит умножение благодати? Давайте почитаем Евангелие от Матфея, 10 главу. В 10 главе Евангелия от Матфея, апостол, евангелист, вернее Матфей, он пишет интересную вещь, напоминая нам, как Иисус умножал в учениках благодать на благодать, чтобы она в них возрастала. Вот что он пишет в первом стихе. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами. Помните, мы говорили о пределении благодати в одном из словарей, что это сила Божья или власть Божья, которая неспослана нам для того, чтобы мы смогли исполнить волю Божью. Итак, смотрите, они уже были в благодати. Помните, они говорили, мы так радуемся, мы так радуемся, он говорит, чему вы радуетесь? Ну как, бесы выходят, больные исцеляются, все мертвые воскресаются. Он говорит, да не этому радуйтесь, радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Вот причина истинной радости. Вы, говорит, слишком много о себе думаете. Это же не вы, а благодать, которая в вас это все делает. И он им дал власть. У них же была власть, правда? Какая власть? Ну такая первоначальная благодать. Я назову так, первоначальная благодать. Такая, знаете, первый класс благодати. Потом немножко пошел второй класс. Потом третий. И потом Иисус говорит, теперь я беру вас подвое. Подвое. Знаете, как интересно работает благодать. Когда благодать умножается, ты уже не один. Спасаешься ты один. А при умножении благодати тебе нужны партнеры. Он берет подвое учеников. Их было 12, 6 пар. Здесь сказано, и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. Заметьте, он им сказал, золото не берите. Это не берите, еду особо не берите, лишнюю одежду не берите. Просто идите по всем городам, по двое. И там, где я буду быть, вы должны прийти до этого. И я умножаю вас благодать. Итак, у благодати есть один закон. Она не умножается, если я не начинаю трудиться для Господа. Многие люди в церквях сидят со своей благодатью. Первый класс общеобразовательной духовной школы. Христианской. И сидят, лелеют свою благодать. И она у них застывшая. Она у них нерастущая. Чтобы она росла. Бог говорит, я тебе предлагаю благодать на благодать. Принимай мою силу. Принимай мою власть. Иди и благовествуй. И когда ты пойдешь, то все сие знамения, которые ты видел во мне, они будут сопровождать тебя. Вот что такое благодать на благодать. Возрастающая благодать. Это кому-то нравится? Кто-то готов попробовать уже, да? Слава Богу. О, Господь, спасибо тебе. А что, вы знаете, когда начинается вот эта вот мощная работа для Господа. Когда благодать на благодать. Когда сила на силу, власть и власть. И все усиливается и умножается. И ты жертвуешь собой. Ты жертвуешь своими дарами, талантами. О жертве будет сейчас особый разговор. Послушайте. И мы как-то вот так вот все расточаем, расточаем, расточаем. Расточал, отдал и так далее. Все отлично идет. Но в какой-то момент, как нормальный человек, ты иногда устаешь. Накапливается усталость. Накапливается небольшая загнанность. И вот тогда мы с вами идем в 19 главу Евангелия от Матфея. У кого же что-то накопилось такое, что уже хочется пойти в 19 главу? Ну наверняка у кого что-то накопилось. И ты умножался, и благодать умножается, и ты умножаешься, и все нормально. Но у тебя возникает нормальный вопрос, как у любого нормального человека. Вот здесь приведена интереснейшая история, когда к Иисусу Христу подошел весьма богатый человек. Вы знаете, он говорит, учитель благий. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус говорит, ну соблюди закон. Помните, да, вот это, вот это, там, не прелюбодействуй, не кради, там, не лги. Он говорит, это я все исполнил от своей юности. То есть благодать у него была очень неплохая. И тогда Иисус говорит, вот апостолам он дал силу, а он что хочет, чтобы в жизнь вечную войти? И Иисус ему говорит, хочешь, чтобы я умножил ту благодать? Тот говорит, да, хочу. Даже написано, Иисус полюбил его. И тогда Иисус ему говорит, раздай свое богатство нищим, продай, раздай, и потом следуй за мной. И написано в Священном Писании, юноша отошел от Иисуса, опечалившись. Потому что Писание, говорит, был весьма богат. Нет, я верю, друзья мои, сразу говорю, что верю, что богатые войдут в Царство Божие. Если они правильно распоряжаются богатством, которое дал им Господь. Потому что это богатство, это их благодать тоже. И ей нужно правильно распоряжаться этой благодатью. Но я сейчас не об этом проповедую. Послушайте, и тогда Петр говорит, о, неужели так богатому трудно войти в Царство Божие, удобное, чем верблюды, Иисус ему отвечает. Услышав это, ученики изумились и спросили, а кто же может спастись-то? И вот здесь действует третий закон благодати. Человеку это невозможно. Богу же возможно все. Послушайте, человеку это невозможно. Богу возможно все. Какой интересный закон, правда? Когда ты начинаешь умножать свою благодать и благодать на благодать, и вот здесь у учеников возникает еще один вопрос. Чисто русский. Хотя они были все евреи. Но вы чисто русский. Знаете, мне не так давно один раввин, еврейский раввин, рассказал одну историю. Одесскую про Изю. Был хороший еврей Изя. Исполнял все законы, все исполнял, все делал. Ну, изумительный. Субботы всегда в синагоге. Только кошерную еду. На праздник кущей делал себе шалашик на пятом этаже и так далее. На крыше, естественно. То есть и жил там целую неделю. Вот все правильно. Воздерживался от всего. Все праздники соблюдал. Был абсолютно по закону, как этот богатый юноша, чист. Ему уже было почти 40 лет этому изи. И вдруг напротив его дома, на другой стороне улицы, построили казино. И там музыка. И там разные люди. Красиво одетые. И странно одетые. И вообще мало одетые. И он смотрит на это, на все. И он такой весь праведный, праведный, праведный. Ему захотелось хоть одним глазком взглянуть, откуда там такая радость у этих людей. И что там вообще. Потому что он был супер праведный. Никогда не видел. И там он спрятал свои пейсы. По такую ермолку, знаете. Он спрятал, одел толстовку. Знаете, как ходят вот монахи многие с такими капюшонами. Он накрылся себя, спустился, весь спрятался, скукожился. И чтобы никто не видел, ни соседи, ни родственники, ни друзья. Потому что знали Изю, что он такой весь правоверный. Правоверный, да. Хотел сказать православный. Иудей. И знаете, друзья мои. И он стал переходить улицу. Кто помнит мастера и Маргариту. И вдруг трамвай. На эту улицу ходил трамвай. Он не дошел буквально 10 метров до этого заведения. И трамвай его сбивает насмерть. Это притча не каноническая, вы понимаете. И он попадает в вечность. Ну, учитывая, что он ничего плохого пока только не сделал, только подумал, чтобы сделать. Он попадает, естественно, к престолу Божьей благодати. И он попадает в этом кипишоне во всем. И говорит, за что, Господи? Он говорит, в смысле, за что? За что? За что ты забрал мою жизнь? Я жил праведно. Я все соблюдал. Бог говорит, да. Ну, был, увидим, какая-то причина, почему забрал. Нет, ну, Господи, ну, поверь. Поверь, я никогда ничего за всю свою жизнь, всегда все кошерное, всегда все праздники, всегда синагога, все всегда, как всегда у меня был свой персональный стул в синагоге. С моей фамилией даже. Никто не имел права сесть на него. Господь говорит, а что случилось-то? Трамвай сбил. Господь говорит, да. А ты кто? Здесь сейчас ценители богословия скажут, Бог знает все. Ну, Бог умеет иногда шутить. Ты кто? Ну, уже в капюшоне его же не видно. Он поднимает капюшон и говорит, я изя. Бог говорит, прости, не узнал в капюшоне. Вы знаете, драгоценные. Когда умножается благодать, в тебе даже желание, желание, хотение, они изменяются. В тебе все изменяется, потому что благодать, она понарастающе идет, и тебе не хочется заниматься вот этими вещами, которыми ты когда-то занимался. Послушайте. Но у тебя, когда ты много очень занимался, у тебя возникает один вопрос. Но в этой жизни я себя ущемляю, вот в этой жизни у меня вот так и вот так. А что мне будет за то, что я так праведно и свято живу? У кого-то есть вопрос, что будет тебе за твою праведность? Хороший вопрос, правда, да? Но идеальный просто вопрос, что будет мне за мою праведность? Собственно говоря, после того, как ученики убедились, что человеку невозможно, а Богу возможно, Петр набрался храбрости, набрал больше воздуха в легкие и спрашивает Иисуса Христа. Вот, мы оставили все, последовали за тобой, что же будет нам? Какой хороший вопрос, правда? Спроси Господи, что будет мне. Я все оставил. И жизнь, которая была у меня до уверования, я все оставил. Благодатью спасен, по благодати хожу, благодать у меня умножается. Но я столько трудился уже. Они уже к этому моменту бесов изгоняли, больных исцеляли, мертвых воскрешали. Все уже делали. И им интересно, что же им будет за то, что они... Знаете, что им говорит Господь? Кому это интересно, что Бог говорит им, отвечая? Иисус, отвечая, им говорит. Помните, мы говорим с вами о благодати? Кто помнит о благодати еще, да? Иисус сказал им в ответ. Истинно говорю вам, что вы, последующие за мной в покибытии... Кто знает слово покибытие? Поднимите руку, покибытие. Кто смотрел... Иван Васильевич меняет профессию. Паки, паки, паки бытие. Там бытия не было, но паки, паки были. Паки бытие. Поднимите руку, кто последовал за Иисусом в покибытие. Руку поднимите, в покибытие. Кто уже дошел до покибытия? Кто еще не дошел до покибытия? Но если ты сидишь здесь, и твои глаза все это видят, и уже слышат, и ты еще не дошел. Потому что покибытие – вечность. Это старое русское слово покибытие означает вечность, то есть будущее. Паки, паки, паки. Буду, буду. Вы знаете, друзья мои, и он говорит, кто последовал за мной в вечность? Куда мы следуем? Я следую на свою фазенду, свою дачу. Я следую на свой большой красивый дом, я следую на своем дорогом автомобиле. Я куда-то следую. А я следую. Все мы на самом деле следуем в покибытии за Господом в вечность. Поэтому наша душа, наше сердце не привязаны к тому, что Бог нам дает здесь для того, чтобы нам было чуть-чуть полегче следовать. Послушайте, друзья мои, Бог еще раз подчеркиваю, не против твоего имущества. Бог не против всего того, что ты себя окружил. Слава Богу за это. Но давайте помним, что мы-то идем в покибытие. Мы идем в вечность. И вот там, и тогда Иисус Христос им объясняет по-человечески. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И дальше Он говорит фразу, которая для учеников была просто, наверное, ну что нам будет за это? Вы знаете, вообще, когда имеешь дело с благодатью, спрашивают, что мне будет за это? Вы помните, да, знаменитую притчу Христа? Одни работали с ранней зари на винограднике, там палящее солнце весь день и так далее. А другие пришли в полдень, а последние пришли за час до окончания работы, когда уже было прохладненько и вечер. И у всех был вопрос, что мне будет за это? И Он, господин, дал им всем одинаковую плату, талант. Все. И утром, которые трудились, они возмутились, говорят, мы прошли через весь зной. Это вот что? И те, которые пришли за час, им все то же самое, что и нам, которые пахали весь день? Да. Покебытие называется. Запомнили слово покебытие? Не забудь спросить, когда придешь домой, своего родственника, который еще не знает Христа, спроси, как насчет покебытия в твоей жизни? Он сначала выпадет в осадок, потом потребует разъяснений. И вот у тебя будет хороший момент рассказать о вечности, хороший момент рассказать о Царстве Божьем, хороший момент засвидетельствовать об Иисусе Христе. Покебытие. Итак, друзья мои, дальше он им говорит фразу, и всякий, это уже он как бы опустился на их уровень, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат более. Вас сто крат, и наследует жизнь вечную, то есть покебытие. Слушайте, о благодать, как действует, да? Поднимите руку, кому хочется, если, конечно, ты реально все оставил. Получить во сто крат больше домов, только посчитай, чем оплачивать будешь 99. А кому хочется? Нет, ну знаете, нормальный Христина уже все получил. Я приезжаю по всей России, и в каждом городе у меня есть, где меня принимают в домы. В каждом городе. У меня есть эти сто домов. Но они не мои, они в покебытие. Они условно мои, понимаете, да? А кому нравится, если он умножит на сто твоих всех сестер? О, Господи, на подарки денег не хватит. А если в день рождения у всех в один день разорюсь основательно? Слушайте, а кому нужно еще 99 жен? Ну, там написано на сто. У вас сто крат получит больше жен. Господи, дай бы мне с одной справиться. Вы знаете, это же духовные вещи. Мы же понимаем реально, что если дать тебе сейчас сто кусков земли, ну, ты просто с налоговой будешь судиться каждый день. Ты не сможешь оплачивать все это, даже если ты будешь миллионер. Почитаешь некоторые вот отчеты наших чиновников, когда они сдают там свои зарплаты, да? Думаешь, как же они купили вот эти два на рублевке? Всего два домика как купили с небольшим кусочком земли в 10 гектаров. Думаешь, как они это купили? А если им еще 98 предложить? Так они все богатство там оставят. В налоговой. Господи, я благодарю тебя. И вот ты начинаешь смиренно говорить, Господи, спасибо тебе за благодать. Ты мне дал только один дом, одну жену, пять детей. Около пять детей? Ну, четыре хотя бы. Есть. Редко какая птица долетит до середины. Семья – это три с половиной. Помните, вот долетели. Семья, то есть семь раз я повторяется. Итак, друзья мои, на самом деле, это же благодать Божия. В Иисусе Христе мы это все имеем. Ну, честно скажем, да? Честно. Итак, с благодатью все понятно, да? Ну, с благодатью все понятно. Как вы думаете, у апостола Павла была благодать? Колоссальная благодать. Если он пишет по благодати, есть то, что есть. Более того, он пишет в послании к Галатам, что я еще от утробы матери благодатью был избран, и я не считался ни с кровью, ни с плотью, ни с самой жизнью. Я совершаю свой путь, свое служение. Смотрите, благодать как работает, да? Он не считается ни с кровью, ни с плотью, ни с самой жизнью. Благодать в нем работает. И работает мощно, сильно благодать работает. Но у меня вопрос. А вот в этой благодати было ли что-нибудь такое, что нельзя назвать благодатью? Вот что-нибудь такое, что нельзя назвать благодатью, оно не вписывается в благодать в жизнь апостола Павла. Помните, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что у меня есть одна проблема, у меня есть жало в плоти. Ангел сатаны меня удручает. Я просил трижды Господа, чтобы он убрал это жало из плоти. Но Бог сказал, довольность тебя, чего? Благодати моей. Так, секундочку, еще раз давайте повторим это местописание. Господи, убери от меня это жало во плоти. Убери от меня этого ангела сатаны, который удручает меня. Я устал, Господь. Убери, Господь говорит, не уберу. Для тебя, Павел, у меня есть особая благодать. Чтобы в тебе это было. Опа. Не понял, еще раз. Довольность тебя моей благодати. Сила моя совершается в немощи твоей плоти. Павел, для тебя это моя благодать. Вот это поворот. Вот это необычный поворот. Слушайте, друзья мои, но когда Иисус Христос начинает нам показывать, Павел однажды напишет в втором послании к Коринфянам, отныне никого не знаем по плоти. Можно спросить? Он говорит, Иисуса Христа тоже знали по плоти, а ныне не знаем по плоти. И дальше он пишет, я никого не хочу знать по плоти. Это что, тоже действие благодати? Это действие благодати. На чем мы притыкаемся друг к другу всегда? На плоти. Мы притыкаемся, потому что мы не можем вместить. Мужья не могут вместить. Жен, жены, мужей, родители, детей, дети, родители и так далее. Братья и сестер, сестры, братьев. Церковь, церковь и так далее. Пастор, пастор и так далее. На чем мы притыкаемся? На плоти. Но послушайте, Довольность Тебя моей благодати, сила моя совершается. Я не хочу никого знать по плоти. Скажите соседу, если вы не муж с женой, конечно. Нет, даже если вы муж с женой. Скажи, у меня с твоей плоти все хорошо, но я больше не хочу знать твои плотские выходки. Я не хочу знать твой запах плоти, который иногда меня придушает. Который отдает такими запахами. Я хочу знать твой дух. Я хочу строить с тобой отношения, братья с братьями, сестры с сестрами. Строить отношения не по знанию плоти, а по знанию духа. И это уже новый уровень благодати Божией. Новый уровень Довольность Тебя благодати моей. Это совершенно другой подход. Вот почему в Священном Писании четко оговорено, что есть запах живительный, а есть смертоносный. Давайте посмотрим кое-что еще. Смотрите, вот ты живешь, 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 и вдруг тебе хочется... Господи, ну я-то живу. Но у меня на самом деле не все так просто. Иногда в моей христианской жизни бывают страдания. Иногда в моей христианской жизни я не знаю, как поступать. Господи, но ты же однажды, Господи, пострадал за нас. Помните, написано, он стал жертвою. Жертвою. Кто помнит слово жертвою? Жертвою. Но многие христиане тоже думают, что апостол Павел однажды пишет, я уже становлюсь жертвою. Помните, он пишет. Я уже становлюсь жертвою. О чем он пишет? Иисус Христос был жертвой. Павел говорит, я стал жертвой. Павел еще кое-что пишет. И я жертвую за жертву. Я себя хочу пожертвовать. Что он имеет в виду? В нашем представлении жертва это загнанный человек. Человек, который прижали в углу обстоятельства, ситуация, финансы, близкие родственники, друзья предали тебя, изменили тебе, что-то сделали больно тебе. И ты ведешь себя, как жертва часто. О чем здесь написано? Что разве жертва, которую принес за нас Христос, была такая, его загнали на Голгофу? Нет, он добровольно пошел туда. Он добровольно отдал свою жизнь за нас. Потому что в нем действовала эта сила благодати Божьей, которая вела его на Голгофу. Писание говорит, 13 глава Евангелия от Иоанна. Там сказано, что он явил свою любовь до конца, явил им. Когда, помните, снял себе одежду и стал омывать им ноги. Снял верхнюю одежду, омывал им ноги. Явив до конца, в ту ночь, в которой был предан, его туда вела благодать и любовь. Но не... Конечно, Иисус Христос стал жертвой изо всех нас. Вы знаете, давайте порассуждаем на тему жертва. Кто когда-нибудь видел бабочку? Глупый вопрос, правда? А лягушку? Еще глупее. Кто ее видел, лягушку, до того, когда она стала лягушкой? Она была... Вот кем? Головастиком. Правильно. Большая голова, и маленький хвост. А кто видел гусеницу, из которого потом через кокон, через метаморфозу это преображение, переводится на русский язык, будет прекрасная бабочка. Вы знаете, когда благодать на благодать, она жертвует себя, гусеница себя жертвует, чтобы превратиться в бабочку. Иисус пожертвовал себя ради нас, чтобы стать нашим спасителем. Вот почему написано, что он стал жертвой за грехи наши. Когда мы думаем о жертве, у нас в голову приходит, ну, слово жертвенность, если приходит, то это хорошо. А когда ты думаешь, я жертва, меня загнали, все против меня, я не могу никак себя найти туда, иду, меня не принимают туда, и я как какая-то уже жертва, я никому не нужен. Вы знаете, друзья мои, как вы думаете, что приносили обычно к Богу? В Ветхом Завете, да и в Новом тоже. В Ветхом Завете приносили Богу жертву в храм, на алтарь, на жертвенник. Плохое, худое, больное, правда, да? Какое-то там со странными ушами, глазами и так далее. Он такой самый негодный, что вот только не нужно мне. Вот тебе, Боже, возьми, на тебе, Господи. Поэтому в Малахе он напишет, что вы приносите мне, то, что вы сами не будете есть. Вы подносите это своему князю. Примет ли он эту жертву? Когда я думаю о том, вы знаете, на самом деле есть такое выражение «Стокгольмский синдром». «Стокгольмский синдром» это когда, помните, захватили в заложники террористы в Стокгольме много людей. И через несколько дней эти люди стали адвокатами своих захватчиков. И они защищали их. То есть пришел некий, это назвали потом психологией, «Стокгольмский синдром». То есть жертва защищает не того, кто должен ее спасти, а того, кто ее принудил стать жертвой. Вы знаете, друзья мои, мы многие, знаете, почему так мало благодати? Почему не готовы, как я назвал эту проповедь, важно, чтобы главное оставалось главным? Чтобы благодать оставалась всегда благодатью? Чтобы мы никогда не превращались в загнанную жертву, потому что жертву мы часто христиане неправильно понимаем. Жертва – это самое лучшее, что мы можем принести Богу. Услышьте меня? Самое лучшее, что мы можем принести Богу. А это означает, это жертва. Вы знаете, в Священном Писании так умоляю вас, братья, Римлянам 12 глава 1 стих, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, тела ваши в жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Не для тупого, не для фанатичного, а для разумного служения. Представьте, что тела, во что? В жертву. Если я скажу, братья и сестры, обрадуйте друг друга, сидящие направо-налево, скажи, твое тело есть жертва Господу, святая, живая, пока еще живая, благоугодной Богу для разумного. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь, то есть, вот эту метаморфозу, как бабочка, сделайте. Если я не превращусь в эту прекрасную бабочку из этой отвратительной гусеницы, я не смогу летать, я буду только ползать. Понимаете, бабочка летает, а гусеница ползает. И дальше, чтобы вам познавать, я не могу познавать, умножаться в благодати, волю Божию, благую, угодную, совершенную, я не могу это делать, потому что она угодная, и всегда угодная, и всегда совершенная, потому что я неправильно понимаю жертву. Потому что меня загнали. Я предан. Меня никто не любит. Когда взрослый мужчина лежит, говорит, меня никто не любит. Хочется прям поднести чашу для слез. Но чашу для слез подносили Нерону, когда он смотрел на горящий Рим и плакал слезами крокодилами, когда тот ест свою жертву. Мы не жертва. Мы люди благодати. Услышьте меня, пожалуйста. И в понимании Священописания мы представляем себя в жертву Бога для разумного служения нашего. Послушайте, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Писание говорит, все делайте без ропота и сомнения. И Павел говорит, содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно потрудился, пишет Павел к филиппийцам во второй главе. Не тщетно. Я не хочу, чтобы жизнь кого-то на земле была тщетной, то есть напрасной. И ты всю жизнь служил Богу, ходил в церковь, но постоянно всех обижался. Тебя не там посадили, не так встретили, не так поприветствовали, что-то у тебя не так. И ты превращаешься в жертву, загнанную жертву. Тебя по жизни загнали. Но послушайте, я не могу, ты не можешь эту жертву. Писание говорит, послушайте, Павел пишет, вот я когда впервые прочитал это, второе послание к Коринфянам, четвертой главе, начиная с седьмого стиха, я сначала подумал, вот Павел описывает синдром себя как жертвы. А на самом деле нет, вот что Павел пишет здесь. Он пишет, а сокровище, сокровище, сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам, что такое преизбыточная сила, это благодать на благодать, умножающаяся в нашей жизни, и она не моя, она Божья, а я знаю, что меня можно обидеть, но когда я все отдаю Богу, меня уже невозможно обидеть, и я уже не жертва. Писание говорит, мы отсюда притесняемы, восьмой стих второго послания Коринфянам, четвертой главы, Павел, ну это же жертва, тебя притесняют, но не стеснены, тебя притесняют, ты скажи сейчас, да, меня притесняют, но я не стеснен. Вот это синдром настоящей жертвы, которую мы приносим Господу, которая угодна Господу, которая удовлетворяет Бога на жертвеннике, куда мы приносим ему. Послушайте, мы в отчаянных обстоятельствах, есть у кого-то отчаянные обстоятельства, поднимите руки, кого-то притесняют, но он пишет, но мы не отчаиваемся. Господи, если я живу для погибытия, зачем я буду отчаиваться? Зачем я буду прекращать действия благодати во мне? Я хочу, чтобы оно умножилось во мне. Дальше всегда мы гонимы, но не оставлены. Кого-то точно гонят в этом зале, но ты не оставлен, не излагаемы, но не погибаем. Почему? Потому что носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы живые, и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Мы не унываем, и хотя наш внешний человек дня от дня тлеет, но внутренний обновляется. Слушайте, итак, мы все приносим наши тела в жертву Господу, благую, годную, совершенную. Тело – это очень большой образ. Это мое чувство, воля, это мой дух, это моя душа, это само собой тело. Мы приносим все это в жертву Господу. Я могу контролировать свои эмоции или не могу? Без Духа Святого я вообще ничего не могу. Без Господа я вообще ничего не могу. Послушайте, я не могу их контролировать, потому что не могу, но когда во мне действует благодать, я контролирую, потому что Он дал во мне инструмент этого божественного контроля. Он говорит, сейчас ты сделаешь глупость, не делай. И Он скажет, вперед, чем я ее сделаю. И у тебя есть право выбора, жить по благодати или превращаться в странную жертву. И говорит, я был во всех церквях, ведь все одно и то же не любят меня. Но такая жертва, меня мама не там родила, в понедельник, видимо, 13-го. Господи, что мне делать? Послушайте, И Писание говорит, Павел пишет, уже я становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Он говорит, я становлюсь жертвой, какой жертвой? Загнанной? Которая обстоятельства, которая гонима, которой проблема постоянно? Нет, друзья мои, его не излагали много раз, его пытались оставить много раз. Послушайте, он говорит, я не оставлен, я не изложен, я хорошая жертва, которая будет угодна Господу. Я приготовил себя для того, чтобы ему было приятно. Послушайте, это разница большая. Не веди себя, как жертва загнанная. Это неправильная смысловая нагрузка на слово жертва. Ты угодная, святая, чистая, приятная Господу душа, дух и тело. Послушайте, и написано, вот это все служит ему, чтобы быть с ним в похибытии. Вот как говорит Священное Писание. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Одны, и не только мне, но всем возлюбившим имя Его. Всем! Ну и последнее, я уже приближаюсь к завершению этой проповеди. Кто знает, к евреям в 13 главе Павел пишет, ибо 14 стиха, ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Что ищем? Мы не имеем здесь постоянного града. Я сейчас не говорю о тех, кто переезжает из города в город, из квартиры в квартиру, из дома в дом. Это нормально. На земле ты хоть куда уехай, хоть на берег Слоновой Кости, хоть на Южный полюс, хоть на Северный. Ты все равно на земле. Но мы не это только ищем. Я хочу, чтобы Бог открыл в нас потрясающие таланты, дары. Созидай, твори, получи хорошее образование, пусть у тебя будет карьерный рост. Сделай много для того, чтобы достичь. Но помни, ты на земле здесь ищешь города постоянного будущего. И так будем через него, Павел пишет, непрестанно приносить Богу чего? Жертву хвалы. Вот, оказывается, какая жертва. Ты не стоишь здесь, весь в слезах плачешь и хвалишь его. А в сердце думаешь, а за что я его хвалю? Хвалить-то не за что. У меня что-то все наперекосяк идет. Другой кавардак по жизни. Чего я его хвалю? Это же синдром загнанности. Я приношу ему жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодно Богу. Ты человек благодати? Аминь. И ты одновременно жертва. Чего? Благодати? Жертва, которая удовлетворит Бога. Не жертва с наихудшим смыслом этого слова, а с божественным смыслом этого слова. Жертва, которая однажды Господь скажет, как приятно мне, я благоухаю то, что ты приносишь мне в своем жертвенном служении. Вы знаете, вспомните Иова, последнюю главу, 42 главу. Кто помнит праведного Иова? 42 главы. Мучился человек. Три друга его, мучили его все эти дни. И потом приходит Бог. Знаете, что Бог ему сказал? «Послушайте, друзья Иова». Он начал с «Друзей Иова». «Вы не так точно говорили обо мне, хотя, когда я читаю друзей, я готов на каждый стих делать целую проповедь. Ну, просто божественно. Вы не так точно говорили о мне, как раб мой Иов. Итак, возьмите и принесите жертвы за грех ваш и попросите, чтобы Иов помолился за вас. И тогда я прощу вас». Смотрите, как интересно, что получить прощание, оказывается, по Ветхому Завету, нужно было принести жертву. И не сам ты за себя молишься, за тебя молится праведный Иов. Хотя, почитаешь, кто из вас проклинал свой день рождения? Поднимите руку. Кто проклинал, когда я имею в ночь, в которой ты был зачат, поднимите руку? Кто вообще все проклинал? И саму жизнь? Он все это проклинал. И саму жизнь проклинал. Но Бог говорит, как Он говорил обо мне, никто из вас так не говорил, поэтому пусть Он за вас помолится. И когда Он за вас помолится, эта жертва меня удовлетворит. Я очень хочу, что мы жили в благодати, в силе благодати, что мы понимали, мы не жертва. Мы не жертва в мирском понимании, мы не жертва в понимании загнанности, в понимании того, что нас все не любят. Послушайте, не важно вообще, послушайте, это вообще не важно. Важно, что я являюсь тем, не тем богатым юношам, который не хотел сделать то, что ему Христос сказал, а я являюсь тем человеком, вера которого, благодать в котором и абсолютное послушание воли Божьей меня сделало жертвой, которая удовлетворит Бога. И мои друзья, Павел пишет, я становлюсь жертвой за жертву, удовлетворит Господа. Я хочу, чтобы сейчас мы встали с вами. Вы знаете, в 1979 году вручали Нобелевскую премию мира очень удивительной женщине. Ее рост не превышал 146 сантиметров. Поднимите, у кого рост меньше, чем ну хотя бы 146 сантиметров. Есть такой рост у кого-нибудь или ниже? Есть у кого-то 146? Есть, вижу. Эту женщину знал весь мир. Я с ней познакомился в начале 90-х. Она приезжала в Москву в своем бело-голубом саре. Она была сгорблена от многих лет жизни. Когда ей вручали Нобелевскую премию мира, я хочу, что мы сейчас повторили с ней то, что она повторяла стоя около микрофона, когда ведущей ее звали Мать Тереза. Знаменитая монахиня, Мать Тереза, которая организовала орден беднейших из бедных. И когда в ведущей церемонии глава Нобелевской премии мира говорил ее все заслуги, когда он перечислял пункт за пунктом, что она сделала для того, чтобы ей вручили эту Нобелевскую премию мира, что она сделала вообще для людей, для общества, для государств, каким примером она послужила. После каждого предложения она смиренно стоя перед залом, в котором сидели короли и принцы, самые известные политики, руководители государств при вручении Нобелевской премии, послушайте мира, она стояла перед ними маленькая женщина и неустанно говорила после каждой фразы ведущего «Это не я, это Христос, который во мне». И она говорила сначала тихо, потом громче, громче, громче. И когда он сказал, что вручается Нобелевская премия мира и один миллион долларов к этой премии, она сказала громко навязал «Это не я, это Христос, который во мне». Христос – это сама благодать, которая в нас. Послушайте, Павел говорит, «Я больше всех потрудился, я не тщетно трудился, не я, впрочем, благодать, которая во мне, она не тщетна, но благодать, которая во мне». Я очень хочу, чтобы между каждым из нас пробежала искра божественной благодати, чтобы каждый посмотрел на другого, не как на жертву, и ты не являешься сам жертвой, ты готовишься, чтобы, вы знаете, когда нас заберет Господь? Я знаю, я знаю свой день отшествия, когда я удовлетворю моего Бога в своем хождении праведности и чистоты, и да Он скажет, твоя жертва готова. Павел говорит, уже я остановлюсь жертвой, и время моего отхода настало. Я знаю, что я веру сохранил, течение совершил, и ныне мне уготовлен венец, вечной жизни. Давайте вместе помолимся. Господь Милосердный, я благословляю Твою Святую Церковь. Я благословляю моих драгоценных братьев и сестер в этом зале. Я благословляю, потому что Ты благословил каждого. Мы приняли благодать. Но для многих, Господи, есть нужда в благодати умножающейся. Благодать на благодать. И еще благодать. И еще большее служение Тебе. И еще большая верность Тебе. И еще большее посвящение Тебе, Господи. И Ты говоришь ученикам, вы получите во многократ больше. Не вашу собственность, а ваше владение. Ваше оперативное управление. У вас все это будет. И в сто раз больше сестер, и братьев, и домов, и земель. Все будет. Но помните, мы не ищем здесь постоянного града, постоянного города. Мы ищем вечность. Помните, когда вы будете со мной в паке быть, и помните, я благословляю, дорогой мой Иисус, каждого на этом месте. Я благословляю, что мы искали истинные ценности. Что мы искали истину, Господи. Что мы не путали слово жертвенность со словом жертва. Господи, мы не жертва. Мы жертвенные люди. И наша жертва однажды удовлетворит Тебя, Господи. И Ты примешь нас в небесные обители. Потому что мы живем здесь, на земле. Но наша цель – небесный Иерусалим. Благодарю Тебя, дорогой Иисус. И благослови эту церковь обильно, обильно. Чтобы наши желания, вся наша страсть, вся наша ревность, наша харизма, они жаждали Тебя. И только Тебя. И когда мы благословляем мужа своего, жену свою, детей своих, родителей, братьев, сестер, церковь, страну нашу, президента нашего. Чтобы мы искали не себя, а Тебя, Господь. Чтобы мы посвящали Господи, все в своей жизни Тебе. И тогда истинная благодать будет в нас умножаться. И тогда у меня никогда не будет синдрома жертвы. Той, которую так люди понимают. Но той, которую Ты понимаешь. Жертва угодная, благая и совершенная. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что Вы были с нами сегодня. Замечательным словом делился с нами Сергей Васильевич. И я хочу напомнить Вам о том, что среди недели Вы можете в любой момент посмотреть проповедь здесь у нас на IGNC, в архиве. И прослушать еще раз то, что Господь сегодня говорил через Сергея Васильевича к нам. И я хочу напомнить Вам, чтобы главное всегда оставалось главным. Хорошей Вам недели. Увидимся в следующем воскресенье в 10 часов по московскому времени. Благословений!